Наконец-то собрался полный состав президента Оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе На месте были все, и Назаров, и Хабиров, и Толкачев Правда, это не помогло исправить пробелы в образовательном уровне правительства И мы сегодня будем очень много говорить о математических, арифметических или иных ошибках наших министров Начал оперативное совещание Хабиров с приятного, с награждений В честь 100-летия Роспотребнадзора Хабиров одарил орденом Салавата Юлаева Анну Анриевну Казак Отметив гигантский вклад ведомства и лично Анны Анриевны в наше здоровье, безопасность и борьбу с COVID-19 Далее дорогой Радифаритович перешел к главному, а именно к визиту Сердюкова и его жены-художницы в Уфу Дословно начал описывать это необычайное явление Радифаритович следующими словами Я не эпистолярным жанром говорю, у нас лучший учебный центр УМПО В общем, Хабиров, конечно, складывается ощущение, что использует слова случайным образом Во-первых, не эпистолярный жанр, а эпистолярный стиль Во-вторых, это, в общем-то, стиль речи, используемый при частной переписке И причем здесь Сердюков, приезд художницы, Ростех и тем более учебный центр УМПО В общем, конечно, понравилось слово Радифаритович, он его и давай использовать А самое главное, почему позади Хабирова и президиума совещания не висела картина Васильевой Это, конечно, тяжелое упущение, ну и вообще про нее не было сказано ни слова Могли бы прямо в зале правительства повесить бурзианскую пчелу или там бабу-югу летящую на ступе В общем, конечно, большое упущение Хабиров не применил поговорить и о специальной военной операции Хотя в последнее время, после того, как его, в общем-то, отстранили от перспективы работать на Донбассе Он как-то стал поменьше об этом говорить Но в этот раз все равно упомянул Упомянул Радифаритович и о специальной военной операции Ну, куда уж теперь без нее В этот раз дорогой Радифаритович сообщил нам о том, что помимо двух батальонов башкирских воинов Он отправил туда еще и десант священнослужителей Попов различной конфессии отправили зачем-то на Донбасс Я, как бы, затрудняюсь сказать То ли для усиления боевого духа шеймуратовцев и доставаловцев То ли еще для каких-то ритуальных действий Я не знаю Но, тем не менее, на данный момент известно уже о двоих погибших шеймуратовцах Это пока то, что известно, как говорится Очень многое нам неизвестно О многом нам не сообщают Напомню, что официально о потерях российской армии и добровольцев В Донбассе не сообщалось Министерством обороны аж с марта месяца текущего года Заговорив о ежегодной акции «Зеленая башкирия» Хабиров минут 10 с остервенением, достойным лучшего применения Принуждал, заставлял и убеждал глав муниципалитетов и городов Высаживать 14 тысяч крупномеров А не сажать, как он сказал, прутики до метра высотой Ну, понятное дело, что Радий Фаридович у нас еще и агроном и лесовод и прочее Но остается догадываться, кто же эти счастливчики Которые будут поставлять на рынок Башкортостана 14 тысяч крупномеров Остается догадываться, какова роль самого Хабирова во всей этой грандиозной сделке Ну и остается еще посочувствовать главам городов и муниципалитетов Потому что им, кроме всего прочего, придется изыскивать средства На покупку очень недешевых вот этих крупномеров Которых так остервенело рекламирует Радий Фаридович Первым докладом по расписанию в оперативке минувшего понедельника Был доклад министра здравоохранения Рахматулина о ситуации с COVID-19 Надо отметить, что Айрат Разифович либо намеренно, либо несознательно каким-то образом нам подает цифры так, чтобы мы не могли понять, о чем идет речь Но я потрудился и сопоставил цифры прошлой и нынешних недель Очень нехорошие, на самом деле, получились цифры Несмотря на то, что господин Архматуллин очень бодренько и спокойненько все это докладывал Так вот, общая сумма заболевших, общее количество заболевших COVID-19 по версии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан составила 308 946 Сопоставляя цифры прошлой и нынешней недели, мы получаем прирост 4569 заболевших за неделю Это очень много За неделю прирост плюс 29% Несмотря на то, что за минувшие сутки Рахматуллин декларирует заболевших 48 Ну вот, давайте соотносить, 7 дней в неделю, 4569 человек заболело за неделю А за последний день только 48 Ну, никак не делятся На 65 человек больше на минувшей неделе стало в больницах, чем на прежней неделе 290 человек лежат в стационарах Амбулаторно лечится на 1000 человек больше, чем на минувшей неделе Коечный фонд составляет 555 коек И очень тревожно, что свободно на данный момент только 5% коек Это крайне низкий показатель Даже в самый разгар пандемии было около 20% резерва То есть речь идет о том, что сейчас, по крайней мере на этом направлении Ресурсы Минздравы практически исчерпаны Но, однако, Рахматуллин не теряет бодрости духа И вот как-то так походя об этом докладывает Привито у нас, по его мнению, население 3 миллиона 34 тысячи Ревакцинировано 858 тысяч человек Вот несмотря на такие огромные цифры прививок и ревакцинаций Мы имеем вот такой вот гигантский темп прироста заболеваемости Пожалуй, что надо уже начинать беспокоиться Следующий триединый доклад о ситуации в ЖКХ, дорогах и ЧС Я бы назвал докладом двоечников Цифры не бились практически ни у кого Вот, например, Голованова Ирина Александровна Докладывает нам бодренько о 8 отключениях свыше 8 часов А 38 отключениях ресурсов чуть меньше 8 часов Ну, подумаешь, 24 тысячи квартир там отключили от газа, воды и света Бывает Но самые любопытные, опять же, дворники Вот на прошлой неделе Ирина Александровна бодро докладывала нам о том Что у нее на улицах работает 3709 дворников Внимание, запомним цифру 3709 А вот на этой неделе у нее работает уже 3279 дворников Позвольте спросить, Ирина Александровна Куда делись 430 дворников? Вы что, за неделю уволили 430 дворников? Или это те самые обманутые дворники, которые бегут от вас сломя голову Понимая, что вы их обманываете с зарплатой инвентарем? Совершенно непонятно То ли Ирина Александровна просто берет с потолка цифры, их бормочет, рассказывает А ради Фаридович же все равно проверять не будет и ничего не будет спрашивать Ну, в общем, очень настораживает вот эта вот арифметика 430 дворников мы потеряли только за одну неделю Ну и, конечно же, Булышев Александр Владимирович Который про дороги-то нам особенно не докладывает А вот про ДТП докладывает нам еженедельно На минувшей неделе, по версии Булышева, случилось 57 ДТП Пострадало в них 66 человек и погибло 12 Поговорим о погибших На минувшей неделе Тот же самый Булышев докладывал нам 262 погибших Если к ним добавить 12 То должно быть 274 Докладывает же в этот раз Булышев нам Что 277 Ну просто в трех цифрах путается Александр Владимирович А скорее всего, конечно, не путается Мы не первый раз ловим на вранье министра транспорта и дорожного строительства И несмотря на то, что он так героически отпраздновал свой день рождения на полосе препятствий Мы никак не можем простить целому министру вот настолько элементарных арифметических ошибок Повторюсь, иногда мне кажется, что это не ошибки Иногда мне кажется, что это намеренная манипуляция данными Но простите, если такие вещи делаются на ровне министров регионов То мы куда-то, по-моему, не туда идем Лучше всех, конечно, на этом докладе смотрелся Фарид Рифович Гумиров Он нам бодренько сообщил о численности пожаров Утонувших и сгоревших граждан республики Но самое главное, это же, конечно же, 29-й конвой, отправленный в ЛНР, ДНР Причем, видимо, учитывая то, что в прошлый раз как-то совсем бедненько получилось Облагодетельствовать товарищей из этих непризнанных республик В этот раз отправили аж в обе республики конвой 82 тонны грузов щедро отгрузили в ЛНР Добавив туда еще и новенькую пожарную машину Которая стоит очень немалых денег Ну и 30 тонн грузов задарили Донецкой Народной Республике Для восстановления Мариуполя Ничего не жалко нам для этого Давненько мы не слышали завываний Елены Анатольевны Прочаковской И вот в этот раз случилось Ради Фаридович поинтересовался, что там фонит и позвякивает у Прочаковской Отдельный упор был сделан ею на ЖКХ Сообщила нам Елена Анатольевна о том, что жителей в рамках проблем ЖКХ Интересуют следующие проблемы Отсутствие отопления, отсутствие горячей воды Ненадлежащая эксплуатация многоквартирных домов Прорывы трубопроводов Ремонты подъездов И прочее отсутствие электричества Ну вот честно говоря Прозвучало это ну как-то Ну совсем глупо То есть Прочаковская Тупо перечислила все возможные проблемы ЖКХ, которые в принципе только могут быть И сообщила о том, что вот она Ну отрабатывает свой хлеб Перечисляя вот эти проблемы Ну еще раз повторюсь Это по меньшей мере глупо Далее госпожа Прочаковская Продемонстрировала свою некомпетентность Заявив, что Отопление включают При температуре меньше 8 градусов То есть вот так себе представляет Процесс включения отопления Мадам Прочаковская На самом деле Регламенты правила включения отопления На квартирных домах Подразумевает некий перепад Среднесуточной температуры Между дневной и ночной температурой Да еще и на протяжении нескольких дней Определенного количества дней Так на самом деле Но Прочаковская морочит голову В очередной раз Населению республики Башкортостан Выдавая за действительные Собственные представления О том, как все устроено в мире Женщины действительно малообразованные Но кроме всего прочего Еще и не интересующиеся тем Как все устроено на самом деле в мире И с такой абсолютной наглостью дилетанта Выдающая на поверхность То, что считает истиной Таких людей использовать В управлении или руководстве Целым регионом Ну, по меньшей мере опасно А как максимум это вредно Далее Елена Анатольевна Отранжировала вообще проблемы Которые беспокоят Жители республики Башкортостан Опять же в ее собственном представлении Так вот, на первом месте Это ЖКХ Дальше дороги Третье место благоустройство За этими проблемами Следует социальное обслуживание Медицина, образование Транспорт Мусорная реформа Строительство и экология На десятом месте Посетовала Елена Анатольевна Тем, что ее задолбали Запросами по отсутствию Остановочных павильонов На объездной дороге В Кузнецовском затоне Но тут же был поднят Мэр Мавлиев Спрыгнувший со своего самокатика И Мавлиев бодренько доложил Что железные каркасные конструкции Будут воздвигнуты На остановках В Кузнецовском затоне Уже на этой неделе Четвертым вопросом оперативного совещания Был вопрос о готовности К отопительному сезону 22-23 годов Важнейший, на мой взгляд, вопрос Потому что инфраструктурные проблемы Это то, что нас ждет в ближайшие годы Естественно, докладчицей была Все та же Голованова Ирина Александровна Которая поведала нам довольно много Статистических данных На которые мы можем опираться И с которыми мы впоследствии будем работать Ну и поведала нам о некоторых тревожных моментах Которые есть в системе ЖКХ В частности Ирина Александровна сообщила нам о том Что без малого 6 миллиардов рублей Было потрачено республикой На подготовку к отопительному сезону В республике на данный момент Существует 18 тысяч 400 многоквартирных домов Только полтора процента Этих многоквартирных домов Имеют собственную котельную Отдельную и независимую 14,5 процентов Отапливаются Через индивидуальное газовое отопление И абсолютное большинство Многоквартирных домов 84 процента Имеют центральное отопление Госпожа Голованова сообщила Так же, что только две трети Многоквартирных домов Республики Башкортостан Оснащены Общедомовыми приборами Учета тепла То есть 30 процентов Многоквартирных домов Будут обуты по полной программе Через норматив Оплаты Вот этого самого отопления С 42 процентом Многоквартирных домов Передают данные Приборов учета Дистанционно То есть Меньше половины В общем, конечно Все это нас Наводит на мысль Что история Прошлого и позапрошлых годов С отоплением Будет продолжена Тем более, что Цены на отопление Растут неизменно Так же было Сказано о том Что тревожная обстановка Складывается в городе Белорецкий В Белорецком районе 21 Многоквартирный дом Там на данный момент Отключено от газоснабжения Жители не могут Пользоваться горячей водой Потому что Они нагревают И нагревали По крайней мере Воду колонками И там Все это Объясняется Проблемами с дымоходами Работы идут медленно По их восстановлению Ремонту Но правда Обещают закончить 31 сентября Но обещать Не значит жениться Вот эта история С дымоходами Тянется уже Год с лишним Все еще В Белорецком районе Эту проблему не решили Лично меня Настораживают В докладе Госпожи Головановой Низкие темпы Ремонта И замены Теплосетей В республике В этом году Напомню Что Согласно данных Которые предоставил Еще Алан Викторович Морзаев Планировалась Замена 5% Теплотрасс По республике Теплотрасс Очень изношенная В очень плохом состоянии Так вот План выполнить Не удалось И еле-еле Получилось Заменить 3,5% То есть Здесь напрашивается Очень пугающий Нехороший вывод Так как Вот эти Полтора процента На которых Не удалось Выполнить Работы Это каждый 67 метр Теплотрасс В республике Вот эти Дырявые метры Каждый 67 метр Это потенциально Авария И обрыв Теплотрасс В грядущем сезоне Соответственно Конечно Вот это все Очень Настораживает Упомянула Ирина Александровна И о Кумертаус Китец Ну Она бодренько Заявила Что там все Готово Отремонтировано И начинает работать Почему я Упоминаю Кумертаус Китец Там сложилась Какая-то Странная И на мой взгляд Нездоровая ситуация Вообще В Кумертаус Отоплением Мы Пожалуй Что поговорим Об этом В ближайшее время Потому что Там действительно Очень странная ситуация Которая Надо разбираться С одной стороны Есть монополист Поставщик тепла Кумертаус Китец С другой стороны Происходят Какие-то Движения По Попыткам Диверсифицировать Отопление В этом городе И Условно говоря С третьей стороны Получается Так что Если будут Установлены Отдельные Независимые Котельные В Кумертау То Возможно Повышение Цен На отопление То есть В этом моменте Надо Разбираться Тем не менее Госпожа Голованова С оптимизмом Смотрит в будущее И заявляет Что Кумертаус Китец Готово Поставлять Тепло Жителям По Уже Утвержденной Цене И эта цена Не будет Расти в течение Хотя бы Ближайшего Сезона Выслушав Доклад Госпожи Головановой Хабиров Пошутил Шутку Но это По-другому Сказать не могу Входим в зиму Какая будет Она не знает Мы не знаем Я только знаю Одно точно Что наша зима Будет лучше Чем в Европе Вот это я точно знаю Мы понимаем Что Хабиров Вторит Своим Кривлевским Хозяевам И глумится На тему Того Что Мы Дескать Сейчас Заморозим Европу И тем самым Победим Весь мир Если честно Очень слабенькое Утешение Вот это Вот То что Наша зима Будет лучше Чем в Европе Слабенькое Утешение Для нас Которые Из года в год Платим Все больше И больше За одно и то же Потом Ну Честно говоря Это примитивный Такой подход Когда Хабиров Пробует Утешить Собственных Сограждан Тем Что у кого-то Будет еще хуже Неужели мы Должны Вот этим Утешаться Да и честно Говоря Сомнения Меня разбирают Будет ли Наша зима Лучше Чем в Европе Очень большие Сомнения Тут конечно Хабиров Пожалуй Пальцем В небо Попал Завершая Обсуждение Темы Жилищно-коммунального Хозяйства Хабиров Высказал Недовольство Тем как Неохотно Кредитуются И закупают Муниципалитеты Коммунальную Технику Напомнил Хабиров Мэром И руководителем Муниципалитетов О том что В Башкирии У жителей Есть синдром Плохой Уборки Снега Вот именно так Назвал Хабиров То недовольство Которое Жители Республики И столицы Республики В прошлом году Абсолютно Закономерно И правомерно Высказали В адрес Его дурацкого Мэра Грекова Видите ли Оказывается У нас синдром Радий Фаридович А вам самому Не пора на какие-нибудь Синдромы провериться Вообще Прежде чем Разбрасываться Вот такими терминами Ну в общем Требуют Хабиров Чтобы муниципалитеты Закупали новую Коммунальную технику Его не колышет Где они возьмут На это деньги Но Чувствуется Что панически Хабиров боится Повторения истории Которая случилась С его Незадачливым Грековым Завершили оперативное Совещание В этот раз Обзором ситуации На рынке труда Давненько Мы не видели Госпожи Ивановой Ленара Хакимовна Сделала доклад Честно говоря Хотел я его Разобрать Этот доклад Но Пожалуй Что оставлю На суд Наших зрителей Настолько абсурдно Все это звучало Что Пожалуй Что наверное Комментировать Ничего не нужно Начала свою Пастораль Ленара Хакимовна С того Что состояние Рынка труда В республике Башкортостан Стабильное Уровень безработицы Настолько низкий Что она его Назвала Досанкционным И составляет Он 3,6% Кроме всего прочего Это еще и исторический Минимум безработицы В республике Башкортостан Какие-то жалкие 20 тысяч безработных Которые составляют Менее полупроцента Населения Остались в Башкирии А количество Принятых на работу К 1 сентября Больше количества Уволенных Аж на целых 3200 человек Уровень занятости В республике Башкортостан Ленара Хакимовна Оценивает В 57% Правда Занятыми Она считает Даже тех Кто работает Хотя бы 1 час в неделю Закончила Своё вот это Замечательное Выступление Ленара Хакимовна Тем что Всё у неё Под контролем В дополнение К докладу Ивановой Заслушали Доклад Генерального Директора Акционерного Общества Гидравлика Новикова Виктора Алексеевича Виктор Алексеевич Сообщил нам О том Что Акционерное Общество Гидравлика Которое В свою очередь На 100% Принадлежит Акционерному Обществу Технодинамика Занимается В основном Производством Продукции Для Авиационной Промышленности В том числе Для военной Но тем не менее И для гражданских Самолётов МС-21 И сухой Суперджет-100 Они тоже Чего-то там делают Проблем С заказами У Виктора Алексеевича Нет Как он заявил То есть С деньгами Вопросов нет Есть только Проблемы с кадрами Как сообщил нам Виктор Алексеевич У него Аж 400 Специалистов Не хватает На Вот этой Самой Гидравлике То есть На фоне Докладов Ивановой О том Что у нас С безработицей Все прекрасно Вообще-то Все это Как говорится Совпадало Хабиров Выслушал Этого самого Новикова И Сделал Гениальное Предложение На мой взгляд Как решить Как решить Проблему Нехватки кадров На акционерном Обществе Гидравлика Хабиров Сказал Что нужно Просто поднять Зарплату И вот На самом деле Ради Фаритовича Который В основном Всегда попадает Пальцем в небо Здесь попал Вот точно В цель Мы не поленились Посмотрели Вакансии Которые Размещает Акционерное Общество Гидравлика И Даже Такого Беглого Взгляда На то Что там Написано Достаточно Понять Что люди Занимаются Какой-то Непонятной Ерундой Потому что Что мы Увидели Ведущему Внимание Ведущему Инженеру Конструктору Акционерное Общество Гидравлика Сулит Зарплату Аж в 25 Тысяч Рублей Инженеру По наладке И испытаниям Тоже 25 тысяч Рублей Обещают Доводчику Притирщику Довольно-таки Редкой Специальности Рабочему С барского Плеча Обещано Аж 30 тысяч Рублей Хочется Спросить Вот этого Новикова Виктора Алексеевич Вы пошутили Что ли Вообще 25 тысяч Зарплаты На передовом Обеспеченном Заказами Предприятия Ну в общем Конечно Как говорится Здесь Вот этих Фраеров Сгубит Скорее Всего Жадность И неудивительно Почему Аж 400 Человек Не желают Работать На АО Гидравлика А ищут Себе Работу В каких-то Других Местах Ну в общем Конечно Царство Абсурда Продолжает У нас Здесь Торжествовать Посмотрим Как все Это Будет Развиваться Но собственно Что нам Еще остается Как не Наблюдать За всем Эти Редактор субтитров